Всегда два варианта. Хоп, опустился, закрыл. Вот. Это как раз таки вариант. Вы в этот момент припадаете к земле и наносите удар, понятно, поражая его в воде. После чего вниз поражаете тоже. Понятно? Я не хочу, если я еще дополнительно делаю. Вау, сюда, да! Следующее движение, видите, контролирует. То есть желательно пишет по рукам, но здесь тоже бумаги будут. После чего переходим к цепи таким образом. Получается, смотрите, очень просто. Опять-таки чаще всего смещается к центру. То, что цепь на цепь берет, берет баланс. Очень часто. Либо вообще перехват сразу. Я хватаю, например, за центр палки и отсюда бью. Скорость, все дела и как бы понятно. В куки другой принцип. Да, в куки у нас всегда скользящие движения. Та же, как и в этом. Ну, вот тут. Разницы вообще, в принципе, нет. То есть принцип использования похожий, как и Бо. А здесь же по-другому. Так вот, первый вариант у нас получается. Видите, за центр отсюда, потом за центр отсюда. То есть это скольжение, видите, скольжение. Это и есть сила удара. Понятно. Второй вариант наоборот. Накрывание сверху. То есть получается, да. Видите? Раз по рукам. Да, и второй, допустим, обычно прямолинейные действия, конечно, тут можно что угодно, будет так, да. Обычно просто прямолинейные действия. То есть сверху, снизу скидываешь. Используем шестак первым. Плюс, обратите внимание, я использую еще плюс даже свое бедро. Теперь просто этим бедром и разворачиваю. Столкаю его, хоп. Вот он упал, а здесь опять хит. Да, то есть то же самое. То же, хоп, сюда. Здесь чаще всего все захваты используются именно ну. Понимаете? Да, чтобы освободиться. То есть не пытайтесь вырывать. Это бессмысленно. Вы будете просто перетягиванием каната заниматься. Ваша задача, смотрите, пальцы. Бутикулы. Раз. Просто пальцы как таковые. Ну, то есть вот это эффективнее всего. То есть, грубо говоря, вы ему отдаете свой шест. Отдаете ему. Ну, хочешь хватать, хватай. Да, после этого уже понятно. Делайте что-то. Ясно? Но лучше, конечно, пошла попытка захвата. Не успел. Да. Если идет, вы можете шестом тоже блокировать. Отсюда тоже. Это же до кентайдюс. То есть вы бьете с обратной стороны. С этой стороны сюда. Видите? А с этой стороны себя. Вот это эффект. Если даже тяжело физически сделать, так это будет легко сделать после... Да, либо бах, там бах. После этого, видите, раз. Можно здесь, если хотите. Ну, лучше, конечно, сюда в шею пойти. Видите? Кстати, вот интересный момент. Когда он стоит просто, комфортно, он может головой как угодно вертеть, не позволяя. Когда вы начинаете начать делать воню кудаки, вот, пожалуйста, шея открыта. И теперь уже можно... Понятно, да? То есть последствия с действием всю структуру тела нарушаете, и потом уже... Можно бить не обязательно палкой, можно бить также обычное движение, которое привыкли делать. Просто удерживая шею в руке, бери. Видите? Я бью костяшками. И тут же перехожу... Понятно. Вторую руку. Пока здесь закрыто, то есть здесь я руками могу ногами добивать. Понимаете? То есть используйте весь потенциал. Это ядзюцу. Ровно то же самое перекладное оружие. Оружие в первую очередь вы должны контролировать, чувствовать дальше оно при вас, ну и так далее. Поэтому вы и так слегка, как бы, колено увидите. Причем не должно оно слишком выступать вперед и уходить слишком назад, потому что там на год кто-то не наступит. Где-то посередине, ну, то есть так вот, расходно что-то было. Вот. С одной стороны. И, соответственно, ровно то же самое дублируется на него. Справа-слева. Это одна позиция, то есть. Боковая. Спереди, справа, слева. И еще один вариант сзади. Сзади. Таким образом получается вот такая комбинация движений. Посмотрите. То есть, видите, шест у вас непрерывно вращается, нет паузы. То есть дзю позволяет, то есть тут как бы все движения выполняются как одно. За счет его маневренности и длины мы можем свободно делать, да, серию атак, как бы комплексно и без прерыв. Если он держит, допустим, дойдет оно кому-то, да, то скорее я буду бить по ногам, отгоняя его. Если он держит Сейган или Гэддон, то я буду делать поверхную мурлю. Может быть даже такой вариант, что я буду оттворять оружие. Сейган. Оттворять оружие, отбивать, да, и тут же перехват происходит. Или так? Перехват должен быть соразмерным движением тела. То есть, смотрите, вот я двигаюсь, весь мое тело движется. Не должно быть остановки, где пытаться затянуть. А именно надо, получается, видите, движение тела продолжается, перехватываю, видите, и наношу удар. То есть сразу же переходящий удар. Вот, ну раз, два. Очень важно двигаться. Вот, отсюда и вариантируем. То есть первый вариант. Делаем раз, пошел мэн лучше, ой, мэн, да, мэн сверху. И переходим снова, надо вернуться в чутку. То есть и раз, два, три. И раз, два, три. Немножко сложно. Может быть вариант отпусканием одной рукой. Видите? То есть я отпустил, вот на перехват, и возвращаемся в чутку. Получается, и раз, одна рука, и возвращаемся в чутку. Я видел даже вариант, когда через гяку отпускание идет, возвращение в чутку. То есть три раза повторяется последовательность вот этого. Кстати, во многих, да, техниках идет повторение. Получается, медленно сейчас покажу, потом вместе сделаю. То есть, либо с раскрутки, либо просто боковое движение, да, как хотите. Если с раскрутки, то обратите внимание, как раз у нас происходит такая штука, когда придется делать шаг и вернуться в чудо. Если без раскрутки, есть возможность просто отпустить, в моем участии сделать так, и следующим движением вернуться в чудо. Допускаются разные вариации, даже в силу просто того, что у вас хват меняется, вы просто не можете физически сделать там, ну, какой манучий может быть, а может быть, такой манучий. Даже с точки зрения того, что он может отступать противник, тогда вам придется его догонять, да, вот если он далеко, вам за ним нужно идти туда. А если он здесь близко, или вас там пытаются протоковать, то желательно делать более короткие движения. Сразу здесь третий, вернулись в чудо-ноутомат. Давайте сделаем все вместе. Я с этой стороны уже не могу протоковать. Я могу протоковать только с этой стороны, да, уйти. Так что, или вот сосед, мой товарищ, мы вместе бьемся, и ты с той стороны такой... Ты с этой стороны будешь выбивать, а я с этой стороны, понятно? Здесь мы не можем, я же тебе помешаю, и ты мне больше. Просто бей с той стороны, я с этой стороны. Раз! Да-да-да, понятно почему? Да. Так вот первое движение, это вот. Да? После этого делается проброс одной рукой. Я показывал очень простые варианты раньше. Я имею в виду, что просто вот выкинули, вытянули. Это самое простое. Вообще, в действительности, лучше делать так. То есть сделали раз, после этого два, и после этого три, в одну, что добили, или какой-то лучше. То есть в целом выглядит так. Раз! Вот оно движение. На катате вот оно, передали в руку, и вытянули двумя руками, или вот так. То есть, раз, движение, следующее движение, получается, разброс. Потому что здесь тяжело, смотрите, видите? Я удлинил, мне нужно удлинить опять ударить. Это тяжело. А намного проще сделать проворот. Видите, у меня уже удлинение, у меня шука здесь и была. И отсюда сразу же нанести удар. И плюс произойдет смена положения, что тоже, во-первых, усиливает сам удар, а во-вторых, вы избегаете атаки. То есть, ну, лучше все-таки двигаться, а не на месте выполнять. И вы стягиваем, и глотим. То есть, вот, получается, техника возника. Раз! Отклонили движение. Раз! Выбросили удар и стянули одной. Понятно? Есть! 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 Есть!